Это, я так понимаю, крокодил. Самый настоящий. Сколько ему лет? Шесть. Он живет у вас дома? Конечно, как кошка. Свободно передвигается, никаких ограничений. Я бы так сказал, что крокодил почти первое место доброта по отношению к человеку. Вот это и есть вера, надежда и любовь. Подождите, а он разве не кусается? Нет. А чем вы его кормите? Мясом. Птица, рыба. Как его зовут? Вот, смотри. Вот, я снимаю. Подожди. Тихо-тихо-тихо. Вот, я снимаю, видишь? Вот, снял. А как его зовут? Малыш. А дети как к нему относятся? Ну, как дети могут относиться к животному, который очень добрый? Как у вас возникла идея взять крокодила? Да это уже из пеленок. Сначала из школы убегал, бегал в зоопарк для того, чтобы украсть питона. Питоны тоже есть. А когда подрос, уже и крокодилы появились. А питон сколько у вас лет живет? Семь лет. Питон это, скажем так, это самое первое домашнее животное. Потому что питон по отношению к человеку никакой охоты он не делает в природе. И добрее питона, скажем так, по отношению к человеку не существует ни одного животного. Ни кошечки, ни собачки, ни котенка. Самое доброе существо по отношению к человеку. Особенно к детям. Так, крокодилы, это очаровашка. Желаете что-нибудь зрителям? Зрителям пожелаю любить этих животных. И как можно меньше думать о том, чтобы с них делать портмоне, сумочки и тому подобное. Не забывайте о самом главном. Что и эти дела делаются из живого существа. Они не предназначены для этого. Они предназначены для того, чтобы их любили, держали и охраняли. Редактор субтитров А.Семкин